Дневные дни 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 как нам этот проект осуществить, и очень благодарны тем артистам, тем исполнителям, которые откликнулись на нашу инициативу, которые собрались вчера для того, чтобы выступить на сцене в Петербурге, сказать своё слово о Саше, спеть свои новые песни. И, конечно, очень много исполнителей мы встречаем в студии у нас в связи с этим мероприятием, потому что мы не можем... Мы не можем с интервью не пригласить тех людей, с которыми Саша работал очень много лет. Вот, это, безусловно, так. И мне хотелось бы ещё подметить одну очень важную вещь касательно этого фестиваля, что, как я и очень надеялся, и всем, с кем успел поговорить, пообщаться до этого замечательного мероприятия, что это не грустно, это не должно быть грустно, это не должен быть чёрный, траурный фестиваль памяти. Да, в этом фестивале нет оттенка мемориальности по нашему замыслу. Есть устремлённость вперёд, перспектива, потому что Саша всегда говорил, да, всё пройдёт... Потому что отец он отисторял движение вперёд. Всё правильно, он всегда говорил, всё пройдёт, только музыка вечная. Вот это... да. Да, и мы не должны грустить, хоть это не всегда просто, потому что во многих моментах, конечно, хотелось бы у него что-то спросить, чтобы он нам подсказал, но, к сожалению, с одной стороны, а с другой стороны, к счастью, мы идём дальше, дорогие друзья, и приносим для вас новую и всё более новую, и, конечно, не забываем о тех людях, которые были с нами рядом, которых выбирал отец сам, и которые сами к нам приходили. И всё это вот в таком вот коктейле шансона для вас, дорогие друзья, на радио «Шансон-24». И ещё, пользуясь моментом, коли уж я у микрофона, мне хотелось бы сказать, дорогие друзья, не забывайте читать наш сайт шансоноспб.ру, наших партнёров блатата.ком. Мы стараемся, скажем так, распределять информацию между нами и нашими друзьями, чтобы, дорогие друзья, вам было интересно читать и нас, и не только нас, потому что только здесь вы можете найти свежую, актуальную музыкальную информацию в сфере шансона. И, конечно же, не забывайте, что наш сайт богат ещё и на, скажем так, целую картотеку или библиотеку, я не знаю, изданных нами CD, а также анонсы. Не забывайте, что у нас там есть даже краткая история для тех, кто только включился и, может быть, не знает, чем мы занимались последние 30 лет. А ещё хочу сказать, что у нас есть одна очень важная вкладка, это вкладка радио, где вы можете непосредственно с первого источника слушать шансон 24, 24 часа в сутки. И вот сегодня мы с вами здесь. И если вы нас видите, значит, вы находитесь на канале «Ночное такси» на YouTube. А сейчас мы просим, чтобы Игорь Квинт обратился к аудитории со словом «Приветствия», «Поздоровался» и мы продолжим общение. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, добрый вечер, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Мне искренне приятно наголиться, во-первых, в этой студии. Я счастлив, что принял участие в первом фестивале имени Александра Фрумина, моего близкого друга. Поэтому мне бы очень не хотелось говорить каких-то траурных слов, потому что, как сказал Аркадий правильно, будем жить. Мы с Сашей очень давно, с очень давних, ну, наверное, уже лет отталкивать, шли параллельно. Он в Санкт-Петербурге, я в Москве. Мы в профессии, да, двигались параллельно. Да, мы двигались параллельно. Он создавал русское радио, он создавал радиошансон, я был параллельно там... У вас свой был проект «Органическая леди»? Это уже все в прошлом. Вопрос был в другом. Я работал тоже в серьезной компании господина Лисовского, и это было связано с большим шоу-бизнесом тогда. Вот. И фамилия Фрумин для меня всегда была вот интересна тем, что я творчеством-то для себя не занимался, я делал проект, был продюсером, даже как Саша. Поэтому наши интересы, наши профессиональные... Проходились в одной плоскости. Да, наши профессиональные знания были именно в этом. И вдруг неожиданно происходит в моей жизни много изменений, и у меня погибает брат, и я неожиданно для себя начинаю творческий процесс... Уже личный. Личный процесс, именно написание стихотворных произведений. К музыке, как бы, я всегда относился с большим уважением и достаточно профессионально. И наши общие друзья устраивают нам встречу. Саша. Он возвращается как раз из Москвы с... на переговорах. Сын Кальварского, Сергей Кальварский. Именно Сережа Кальварский, да, который снимал «Органическая леди» три уникальных концерта в Санкт-Петербурге, в зале Октябрьский, в свое время, где-то в 92-м году это было. Вот. Я был продюсером, он был режиссером-постановщиком программы, и он нас с Сашей неожиданно сказал, что, Саш, вот Игорь начал творческую деятельность, заехай, увидьтесь с ним в Москве. Саша был очень занят, но нашел минутку заехать ко мне в Дмитров. Он очень много рассказывал об этой встрече. Да. Мы с ним посетили мужской монастырь Бориса Глебова, наш уникальный Дмитровский монастырь. После этого наша, моя матушка, приготовила нам обед, после которого мы тяжело с ним встали, перешли ко мне в студию. И я с Сашей спел концерт. Вот просто концерт. Под фонограмму минус один. Под минус один фонограмму спел 40-минутный концерт. На память. Ну. На память. Потому что Фрумен этот факт отмечал. Его поразило именно то, что вы, мало того, что вы сами пишете стихи, мало того, что все это, значит, выпишите музыку, все это аранжируете и так далее, но вы еще и можете вот так, спонтанно, сразу все свои произведения воспроизвести. Для него, я вам рассказывала об этом тоже. Это не каждый на это способен. Самое главное, что Саша... Самое главное, что он был очень увлекся материалом. Он увлекся не только материалом, он сказал мне одну очень правильную вещь. Игорь, не хотелось бы тебя обижать, но мне, как раз, впечатление, что ты делаешь неправильно. Он сказал более слово... Пиша в стол, да? Практически. Да, да, да. Он сказал, он говорит, как можно, ну, чтобы такой материал хранить в столе. И уже по дням сказал, что все, не могу больше. Еще дорога, ночь, надо добраться до Санкт-Петербурга. Жду тебя 12 апреля на съемках. Ну, ежегодного фестиваля памяти Аркадия Северного. Потому что в апреле все знают... Ночное лучшее. А, Новое лучшее. Новое лучшее, по-моему, был первый фестиваль, в котором я участвовал. И он говорит, значит, возьмете с собой песню первохода, возьмите с собой песню первохода и возьми... я расскажу тебе. То есть он слушал одну и параллельно отбирал уже сразу материал. Да я стал вам с ним спорить, что эти песни лучше. Он мне сказал, я продюсер фестиваля, не возьмите песни. Четко определил. Да, результат, мы уже посмотрим, как им будет. Вот, собственно говоря. Ну, что ж, я знаю, что вы приготовили для программы именно те песни, которые Александр отобрал тогда. Поэтому предлагаю начать... Нет, это нужно отдать уже Аркадию, потому что он очень тонко заметил эту тему. Он сказал, что, Игорь, я бы вот начал с тех песен, с которых Саша... Это папин подход, папина воспитание, папина отношения к делу. Ну, что ж, я думаю, нет смысла больше тянуть. Первоход Игорь Квинтон для вас. Игорь Квинтон для вас. Эй, братва, не скучай, за Лондорик мечтай, с грохотульками чай. Летите, голуби, летите, летите к северным морям, торопитесь первоходы на расправу к мусорам. Четверть черного запарик, а кому молдавский плов? Панка, кильки и чинарик, до утра без лишних слов. На воле эклеры, бараночки с маком, до лагеря путь, полторы тысячи с гаком. Эй, в Столыбинский рай, кипяток получай, виню изучай. Эй, братва, не скучай, за Лондорик мечтай, с грохотульками чай. На воле эклеры, бананочки с маком, до лагеря путь, полторы тысячи с гаком. Эй, эй, в Столыбинский рай, кипяток получай, меню изучай. Эй, братва, не скучай, за Лондорик мечтай, с грохотульками чай. Эй, в Столыбинский рай, кипяток получай, меню изучай. Эй, братва, не скучай, за Лондорик мечтай, с грохотульками чай. Настоящие песни наших дворов и улиц на шансон 24. Такие, дорогие друзья, у нас сегодня замечательные заставочки в программе «Ночное такси». В гостях у нас сегодня, напоминаю, Игоря Квинта. Мы вместе с Эльвирой Фруминой после вчерашнего, первого фестиваля имени Александра Фрумина обсуждаем, что вчера прошло, что было до, что, надеюсь, будет. И вот это была композиция, которую отобрал Александр Фрумин и из которой приказал вам явиться. Замечательная песня. Хочу заметить, что не потеряла своей актуальности. И я понимаю, что отец тут увидел и почувствовал, потому что, ну, как известно, не минут всего семь, как бы все уже спето, а все равно не теряет вот этой вот... Свежести. Да. И действительно, это очень такое харизматичное произведение, потому что, с одной стороны, Саша, естественно, жанровые песни любил, понимал, но здесь такая интересная аранжировка. И вообще идея сама... Хочу отметить одну очень важную вещь. Все подводки, которые Саша делал, представляя каждого участника в съемках, вот я, ну, могу сказать о себе, да, в частности о подводках, о которых говорил Саша. Вот он, представляя меня, говорил вещи, которые... но он говорил, конкретно это можно услышать, посмотрев эти программы ваши, причем я... Все осталось. Рекомендую всем это посмотреть. Напоминаю, канал «Ночное такси», но это пользуйся. Да, вот. Он говорил, я представляю вам исполнителей города Дмитрова, но хочу сказать, что я был поражен, услышав материал, который, на самом деле, уверен, что будет иметь огромное количество слушателей, потому что те аранжировки и тот посыл музыкальный, который сделан, он говорит... Энергетика невероятная. Да, я, говорит, редко когда-либо встречал такой материал, поэтому я очень рад, что сегодня Игорь Квинта приехал к нам и участвует в нашем фестивале. Вот. Это вот без, как бы, обменников, это слова Саши, да, и каждый, и сколько я... Я участвовал, по-моему, в четырех или в пяти программах. Мы записали около 15 ваших треков в телевидении. Да, 15 треков в видео написано, и, ну, вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что каждый раз Саша звонил до последнего дня мне и спрашивал, ты будешь в программе для тебя оставлять место? Я говорю, Саша, я на студии, я не сделал песни, я не имею права там привести плохой материал. Он мне говорит, ну, ты меня держи в курсе, я до последнего буду ждать. И когда уже я приехал, он делает подводку и говорит, я до последней минуты не был уверен в том, что он приедет. Вот это, кстати, я помню. Помните, да, я поражал. Но он позвонил мне в самую последнюю секунду и сказал, что он уже в поезде и что место для него было. И вот сейчас я представляю его новые два трека. Как раз я девочку лету обязательно записал. Эта песня очень ему нравилась. Аркадь, пожалуйста, поставь эфир. Хорошо. Полетели. Это зеленоглазая подсветка, Песня. 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 Перелетные птицы Двинут на юг Презирая границы Девочки летом С грустной улыбкой Всех нас простит Забывая ошибки Глаз не сомкнув Закурю сигарету Время течет Между пальцев водой Зеленоглазая Девочка лета Дай только свет Я станцую с тобой Глупой надежды Опавшие листья Землю укрыли Густым покрывалом Явной свободе Жарит только лето Девочка лета Не дождалась Время течет Перелетные птицы Двинут на юг Презирая границы Девочка лета С грустной улыбкой Всех нас простит Забывая ошибки Всех нас простит Забывая ошибки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Время придет Перелетные птицы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всех нас простит Забывая ошибки Всех нас простит Забывая ошибки Всех нас простит Забывая ошибки Всегда актуальная русская музыка На шансон 24 Наш адрес Дорогие друзья Мы продолжаем Нашу программу Ночной такси Продолжаем общаться С Игорем Квинта Который прибыл к нам Уже с Аркадием Санкт-Петербург Для того, чтобы принять Участие в фестивале Шансона имени Александра Фрумина Слушаем песни Которые еще при жизни Саша Игорь Квинта Записал на нашей студии На видео Вспоминаем Как Александр эти песни воспринимал Почему он их выбрал И на самом деле Для нас все это очень важно Очень ценно Вообще Все эти дни очень, конечно, такие сложные по эмоциям Потому что все мы пересматриваем Сашины эфиры Мы сидим, улыбаемся А Игорь Квинтон Утравит истории За кадром Такие, что плакать хочется На самом деле Потому что, ну да Жизнь, она действительно Очень сложная И разнообразная Разнообразная И Саша вот занимался Шансоном все время Потому что действительно Песня такая Ну неподкупная Честная Живая Честная, смысловая Живая песня Отражающая жизнь И он занимался Действительно Независимый был продюсером Он занимался Некоммерческой музыкой То есть его интересовала музыка Которая От души человека идет Но когда он встречал еще Что это, понимаете Там не просто три аккорда А в ваших песнях Его потрясало именно то Что с одной стороны Это шансон И по тематике И по сложности стихов И по опоре Вот на стихотворную основу А с другой стороны Вот такие, как он говорил Джазовые гармонии И богатые аранжировки Музыкальные такие Развернутые ходы То, что это надо еще слушать Ну вообще Не просто сердцем Да, но и ушами И включаться вообще В этот материал Мне такая рост Шальная в голову залезла Игорь, скажите, пожалуйста До того, как вы Перешли от Скажем, стадии Просто продюсера К стадии Поющего продюсера Было ли у вас такое Что нет Я никогда петь не буду Говорили ли вы такое Да нет Это просто важный момент Важный момент Почему? Потому что я тут Начал думать Что, а что если Бывать в итоге Папа Человек, который Столько лет был Продюсером Коллекционером Любителем музыки То есть Как появляется Качественный продукт То есть Как появляется семья То есть Сначала ты дружишь С человеком Потом ты в него Влюбляешься И вы строите Будущее Так я думаю И тут То есть Отец был с музыкой Он был влюблен в музыку И мне вот Стало интересно Смог бы ли он В конечном итоге Прийти к тому Чтобы он Стал еще и себя То есть Продессировать То есть Стал бы он петь Конечно Он бы наверное Сказал Сказал Нет Какие провокационные мысли Потому что Саша всегда говорил Что Петь нет Петь никогда Его просто многие Исполнители Но Но В каком-то Из концертов Они вместе С Михаилом Кругом Поют Да Есть Есть У них концерт По-моему Михаил Просто пригласил На сцену Да Миша Круг Совершенно верно Вот Вот Он спел И Значит Саша Это самое Аркаша К твоему Вопросу Мне кажется Мне кажется Что Саша Почему Он добился Того Чего добился В отличие От нас Поющих Он всегда Четко Видел Перед собой Главную Цель Вот Это Совершенно Справедливо Фрумин Если бы Как мы Все Разные Не смотрел То Потом Влюблялись Потом Черпали Энергетику Он очень цельным Это был Просто Монолит У него была всегда Семья Монолит У него был всегда Любимый сын У него был всегда Любимый зять Аркадий Северный Понимаешь Все правильно Все четко И у него всегда Все время Про старшего сына Который в Германии Четко Мама Папа У него все было четко Да И Цель Его Была Это Мы Все По-абсолюту Чтобы мы На самом деле Все правильно Поэтому Поэтому Он И поэтому Он так артистов И поднимал Поэтому Действительно И Сергей Трофимов И Михаил Кук Поэтому Вчера Вчера Все сказанные Я вчера Не смог Сказать ни одного Слова Почему Потому что Вчера было сказано Столько слов В его адрес Что Мои слова Были просто Пустышкой Вот Я Очень много людей Я сегодня После эфира Поеду Обязательно На кладбище К Саше Потому что Я не могу Не засвидетельствовать Своего почтения И Не поклониться Сашем Да Вот Я вчера Поцеловал руку Его маме Да Сказал Она узнала Меня И вспомнила Конечно Она поддерживала Сына всю жизнь Она знает Всех исполнителей У нас в материале Имеем Она со мной Разговаривает Как будто Мы с ней Только вчера Расстались Она прекрасно Выглядит Кстати Прекрасно Выглядит Но Как и Саша Все скрывает В себе И вот Все что Произошло С Сашей Это вот Внутренний взрыв Который Произошел В один день Атомный взрыв Внутри человека Да Вот это Накопленная Какая-то Вот Неправильная Просто Я не согласна С вами У каждого Просто свой час И такие Великие люди Тут Мы ничего не можем Сказать Все в руках Бога Вот так Я могу сказать Что только Светлая ему память Вот Все что Поэтому Но все артисты Все артисты Говорят только О нем Как о самом Об очень светлом Очень теплом человеке А мы вот сейчас Программу с Аркадием Пересматриваем Готовим Он с такой теплотой Нет Во-первых Он чувствовал Всегда действительно Своеобразие материала И он действительно Давал всегда Адекватные Какие-то комментарии Он какие-то Мог найти Правильные слова Которые характеризовали Именно этого исполнителя Вот Как-то он Это умел Через сердце пропустить Я из 30 новых песен У меня Существующих И с такой теплотой Выбрал Спеца Как ты сказал Мне сейчас Аркадь Я выбрал Песню Самую смешную Которую у меня есть Которую я сейчас Представил Все Потому что Пришли Все начали Грустить Много Люди Вчера Грустило Говорило Это неизбежно А я думаю Вот если бы Я еще Привез бы Грустную песню То получилось бы Но вы привезли новинку И как всегда В последний момент За два часа Я ее сделала Но именно Все как обычно Все как прифрумин Я назвал ее Песня дачная Мы тоже ждали Когда же Когда уже Игорь пришлет фонограмму Обращались к нему До последнего Он там Творил Сочинял И вот с этой песней Дачная Он оказался у нас Просим поставить ее в эфир Сейчас секундочку Она потерялась У меня Чуть-то я тут Что-то Не хочет Их идти в эфир Ну тогда Другой будет рано У меня все запустится Вы не переживайте Это не первый раз А сама песня есть? Может не время еще? Сама песня есть? Нет, время Время нормально Три минуты Тридцать Нет, я говорю Может быть не время Не время Изучать Все хорошо Я просто в глаза В общем, дорогие друзья Игорь Квинт Специально для вас Свежая композиция Дачная Премьера в эфире Шансом 24 И программы Ночной такси Для вас, дорогие друзья Первый раз влюбился Восемнадцать лет Жаль, что не послушал Родительский совет Говорили папа с мамой Сынок, не торопись Наслаждайся жизнью Только не женись Каждый думает он счастье Ухватил за хвост Дом, семья, жена и дети По шаблону гос О камушках подводных Не представлял никто Что вдруг придется склеивать Разбитое окно Что вдруг придется склеивать Разбитое окно Сердце старого бродяги Доброе, как у дворняги Мотор для перекачки крови Они для любви Не заманят больше флаги Сердце старого бродяги Сети женского коварства Предательство и лжи Сети женского коварства Предательство и лжи Делай на закате жизни Что-то для себя Вставь в белую улыбку Лишь себя любя От Луи Виттон прикид Колеса от Тестони Прикупи садовый домик Рядом с вернулась кони Прикупи садовый домик Рядом с вернулась кони Живу теперь, не дуя ус А урт тренирую Бывает вспоминаю Хомуту сду и сбрую Пока что тот, кто в браке Свободу познает На острове Капрера Поливаю огород Сердце старого бродяги Доброе, как у дворняги Мотор для перекачки крови Они для любви Не заманят больше флаги Сердце старого бродяги В сети женского коварства Предательство и лжи В сети женского коварства Предательство и лжи Капрера 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 Сердце старого бродяги Доброе, как у дворняги Мотор для перекачки крови Они для любви Не заманят больше флаги Сердце старого бродяги В сети женского коварства Предательство и лжи Не заманят больше флаги В сердце старого бродяги В сети женского коварства Предательство и лжи В сети женского коварства Предательство и лжи Актуальная и правильная музыка На Шансон 24 Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге В общем, дорогие друзья Я решил, что сегодня Папа будет нам поддакивать В наших правильных Скажем так, словах Именно поэтому ты выбрал Заставки, да? Родейные наши Для того, чтобы включить их Да, я понабрал тут всякого Программа Правильной музыки У меня тут песни дворов и улиц Я думаю, что все подстать Сегодняшнему эфиру Он такой у нас на выдохе Скажем так, дорогие друзья Потому что, напоминаю Вчера мы провели Первый фестиваль имени Александра Фрумина И для нас это было значимое событие Как и для всех людей Которые посетили и приняли участие В этом мероприятии Я надеюсь, что мы продолжим В том же духе И в следующем году Сможем показать вам Еще более новый И интересный материал И я все-таки буду весь год всех напоминать Чтобы люди запомнили навсегда Что это должно быть радостное событие Потому что я вам говорю Как сын Александра Фрумина Что он был бы недоволен Если бы мы каждый раз приезжали И грустили Отец никогда не грустил И мне не разрешал И Эльвире тоже И я вам тоже завещаю Направляю Не знаю Вы понимаете, как хотите Грустить нельзя У нас тут все по-доброму Все по-позитивному Да, жизнь непроста, дорогие друзья Но отчаиваться не стоит У нас есть замечательные песни У вас есть шансон 24 Вы всегда сможете найти здесь Музыку себе по душе Ну а сегодня у нас в гостях Напоминаю Игорь Квинта И мы продолжаем этот чудесный Теплый эфир У нас впереди еще Много хорошей музыки Поэтому не переключайтесь Если говорить об этой песне дачной В такой стилистике дворовой Песни привычной Вроде бы тоже так все просто А по музыке не совсем просто А по Собственно говоря Структуре по форме Все в общем узнаваемо Можно сразу быстро И напеть А сейчас она не сводилась Это просто получилось Мы знаем, да Что вы финальную фонограмму Нам еще пришлете Пока фильм будет в монтаже Есть еще время на то Чтобы, так сказать Отащить тут Что это божье провидение Что Эля позвонила именно мне Ну она позвонила не только мне Она позвонила многим людям Ну и мне в частности Игорь, я не могла не позвонить То, что ты не могла не позвонить Мне это было понятно Я просто Ну для меня Это была большая честь Большая честь Когда меня пригласила Она на это самое Я позвонил своему близкому другу Я позвонил хозяину Руководителю вернее Даже не знаю как правильно сказать Короче, я позвонил своему близкому человеку Человек, который меценатом занимается Благотворительностью занимается Он настоящий промышленник Настоящий меценат В моей жизни с ним связано очень много Если пройти просто по местам Где он оставил свой след Вместе с одним из знаменитейших скульпторов Вячеславом Михайловичем Клыковым Это в частности памятник Василию Макаровичу Шукшину Которого недавно были Вот его встречи Был его юбилей Сергей Павлович поставил там С его помощью и мастерством Клыкова Установлен памятник Василию Макаровичу Шукшину Вот Он был буквально Перед моим отъездом Он был как раз в Курске на родине Клыкова Участвовал в этих встречах Я хочу искренне поблагодарить этого человека В прямом эфире За то, что он дает нам, творческим людям Возможность принимать участие Вот в таких мероприятиях Потому что Ну Скажу честно, что Любое творчество требует определенных затрат Даже просто создать музыкальный материал Вот Он к этому подходит с большим уважением ко мне Наша дружба говорит о том Я редко обращаюсь Но Когда если обращаюсь То никогда практически не получаю отказа Потому что если В чем-то есть отказ То мы вас смыгаем Поэтому Говорю, что это Божье проведение Что не просто так А слава Богу Что это произошло именно так Просто так Это не случается Значит Саша Саша так хотел Чтобы Произошло именно так Как произошло Чтобы состоялся этот фестиваль Он может быть не хотел Чтобы он был в его имени Потому что Из своей скромности Он будет на Это бы не пошел Но Это уже как бы Ваше решение Близких людей Но то Что пригласить на этот фестиваль Конкретных людей Я единственное Сказать хочу В прямом эфире Людям Которые Сегодня имеют Достаточно Большую популярность Дорогие мои Вы Всегда должны Помнить Корни Откуда началась Ваша творческая деятельность И если Я просто Не буду называть Фамилии Мы вчера С Эльвирой Вспоминали Этих людей И я Спросил ее Неужели Эти люди Даже не позвонили Она говорит Ну Наверное Они были заняты Я говорю Да Это нормально Но набрать номер телефона Прислать поздравительное письмо Телеграму Это Для меня кажется Это должно было быть В рамках вещей Я могу сказать Простите меня Кстати говоря За это Я не хотел Эту тему Поднимать Но считаю Что она правильная Абсолютно Я могу сказать Что все Кто хотел Прийти Все Кто хотел Приехать Все Все были И на самом деле Вчера я очень Рада тому Что Ну во первых Я хочу сказать Что мы тоже Присоединяемся К словам Благодарности Благодарим Вашего Менцената За то Что он Оказал Содействие И вы Его зовут Сергей Павлович Сергей Павлович Спасибо вам Вот А вчера На сцене Клуба А2 Было очень много Людей Интересных В частности Был Рудольф Фукс Конечно Очень много Был коллекционеров Скажу по секрету Завершние новости Сегодня Сказал пару слов Очень значимых Таких исторически важных Была мама Аркадия Наталья Звездина Дочка Аркадия Северного Была мама Александра Эмилия Максвана Было очень много Музыкантов С которыми Саша При жизни дружил И работал Общался всю жизнь Зиновий Бельский Который знал Александра с 18 лет Зиновий Смуч Потрясающе сделал И песню И клип на эту песню Поэтому смотрите на канале Да Моим друзьям посвящается Так назывался этот клип Вы на тот момент По-моему Уже вас в зале не было И сможете уже посмотреть Просто на телеканале Мы же засняли Все события Фестиваля на видео Все это будет доступно И Столько тепла Столько Правильных слов Было сказано Вчера И очень важно Было людям Конечно И встретиться И очень много Прозвучало Хорошей музыки А сейчас мы слушаем Ваши песни Ваш материал Я хочу До этого момента Сказать Для меня очень лестно Еще был Вчера Ко мне подошел Миша Михаил Дюков Да Миша мне дал Свою визит Я вообще К нему отношусь Очень уважительно И говорю Миша Задал мой вопрос Миша Ты редактируешь Свои Он говорит Да мне некогда Я говорю Ну Он Прямо сразу В горячку Он говорит Ну В общем Всегда После исполнения Моей песни Он подошел ко мне И говорит Слушай Вот тебе визит Полозал мне В карман Говорит Ты мне Валочки Пришли Все Свои песенки Я говорю А что Он говорит Ну Я знаю Что вы Хотели Старший Уже На грани Выпуска Альбом Я говорю Ну У меня Там сложная Финансовая Ситуация Ну Со здоровьем Какие-то Есть проблемы Он говорит Ты мне Валочки Пришли Я хочу Чтобы эти песни Вылезли у меня То я Не хочу Там с интернета Собирать Я хочу Чтобы Мне Было Михаил Коллекционер Михаил Автор книг О шансон Я просто Хочу Сказать Что вы Ты мне Только что Сказал Мы Собрали Все Такие Эксклюзивные Моменты Фестиваля Вот То что Я Сказал Это тоже Эксклюзивный Момент Фестиваля И вы Это Вырежете И тоже Потом Вставите И скажете Миш Вот Игорь Сказал Это Сам А ему Будет Приятно Если ему Приятно То и Не будет Приятно Вот так Дорогие друзья Мы обсуждаем События Фестиваля И слушаем Музыку Да Я думаю Что следующая Песня Я расскажу Тебе Мы ее Послушаем Эта песня Для моей Любимой Для человека Не только Моего любимого Ну ладно Зачем Расскажем Да Мне просто Две минутки Эта песня Написана Человеку Который В общем Благодаря этому Человеку Я сегодня Здесь И хожу И Жив здоров И Ее Энергетика Сегодня Живет Во мне Ксенечка Я тебя Очень люблю И Храни тебя Бог Я расскажу Тебе Что мне Ночами Снится Мальчишки Пятьдесят А хочется Влюбиться О детях И о маме Нет Женщины Родней Поведаю Стихами О верности Друзей Я расскажу Я расскажу Тебе Как долго Мы Искали В жизни На краю Как мы Друг друга Ждали О преданности Ревности И на душе Покой Какая ты Красивая И я Навеки Твой Я расскажу Тебе Любовь Моя Шальная Как небо Надо мной Когда ты Умирал Как ты Меня спасал Любовь Свою Все Расскажу Родная Любимая Моя Любимая Моя Я расскажу Тебе Как будет В жизни Дальше И верю Ты поймешь Нет Между нами Фальши А доброта И верность Опора В мире Этом Тебе Одной Любовь Моя Я Расскажу Об этом Я Расскажу Тебе Любовь Моя Шальная Как Небо Надо Мной Когда Ты Умирала Как Ты Меня Спас Любовь Свою Тая Все Расскажу Родная Любимая Моя Я Расскажу Тебе Любовь Моя Шальная Моя Как Небо Надо Моя Когда Ты Умирала Ты Меня Спас Любовь Свою Тая Все Расскажу Родная Любимая Моя Настоящая Мужская Лирика На Шансон 24 Уберем Да Дорогие Друзья Именно Она Александр Фрумин Не даст Нам Собрать В этом Эфире Для Вас Поет Разговаривает Эгель С впечатлениями Эмоциями И истории Игоря Квинта Мы Поддерживаем Вместе С Эльвирой Фруминой В этом Замечательном Диалоге И Конечно Очень много Информации Дорогие друзья К сожалению Не попадет В Эфир Потому что Очень много Таких Вещей Неэфирных Мы обсуждаем Пока играет музыка И это конечно Здорово С одной стороны Ставить вам интригу А с другой стороны Пообщаться с таким Человеком С мощным Продюсером С мощным Продюсером Замечательным Певцом И композитором Человеком Который знает Своё дело Я говорю Это Абсолютно точно Потому что Даже Я достаточно К музыке Подхожу Наверное С инженерной Точки зрения То есть Вот Я радуюсь У меня каждая песня Она красиво Заходит в эфир То есть Она как будто Была осознана Для того Чтобы вот Я её включил И вот Тихонечко Так поднял И она И она Влилась в эфир Я считаю Что этого Не могло произойти Если бы у вас Не было такого Богатого Продюсерского Опыта Создания музыкального Продукта Да С разными людьми С разными Вообще Абсолютно Ой Это что Не можно А я считаю Это очень важно Что Аркадий Своё мнение Высказывает Потому что Он с отцом Очень много Отработал В эфире И конечно Это приемственно Приемлемо Он не отработал Я столько Самого У него Немножко Всё-таки Возрастной Цензр Другой Да Восприятие Другое И нужно Понимать Это очень Интересно Есть Есть Стилистические Приверенцы Есть Модность Музыки Многие Но вы умеете Модную музыку Делать Да Это всё Было В прошлом Не хочу Об этом Кстати Говоря Говорить Это было Настолько В прошлом По самом Дели Не я Это делал Это делали Всё-таки Аранжировщики Именно Умеющие Делать Это Стилистики Есть Такой Очень Известнейший Для меня Группой Райвел Известнейший Человек Это Дмитрий Постовалов Он Уникальный Человек Который Делал Когда-то Для моей Бывшей Жены Аранжировки Акаша Словоросов Уникальный Человек Слово Царствуем Небесное Который Делал Очень Много Для Певиц Очень Много Для Российских Стихотворений Написал Достаточно Известный Человек Фамилии Не очень Помню Но Именно Люди Складывали Творчество Моей Жены Делали Люди Не я Я Принимал Достаточно Маленькое Участие Допустим Господин Матецкий Владимир Леонидович Это человек Который Сразу Увидел Как Саша Что Это Может Быть Его Студия И Его Аранжировщики Которые С ним Сейчас Работают До сих Пор Братья Проченко Саша Славочка Они Сделали Для Света Очень Одних Лучших Произведений Вот Именно Тоже Аранжировщики Которые Сделали Ее Популярность Поэтому Ну и Естественно Уникальность Ее Голоса Я Маленькая Частица Финансовая Продюсерская Но Это Много Тоже Значит На Сегодняшний День Я Очень Конечно Жалею Что Этот Проект Не Живет По Ряду Причин Хотя Он Имеет Огромную Популярность Потому Что Я Смотрю В Ютюбе Достаточно Много Просмотров На Песнях У Светы И Я Искренне Желаю Ей Счастья И Чтобы Все У нее Я Желаю Вам Добра Добра Главное Отпустить Эту Ситуацию Ксения Моя Она Говорит Игорь Эту Ситуацию Надо Просто Отпустить А Другой Человек Надо Просто Все Выдохнуть И Просто Поставить Новую И Сказать Надо Поставить Новую Песню И Потому Что Эфирное Время К сожалению Я знаю Точно Не Резиновое Да Вы Абсолютно Верно Опять Опытный Продюсер Это Реально Профессиональное Чувство Времени Отец Выговаривал Ровно Час Он Знал У Фрумина Было Чувство Времени Феноменальное На самом деле Дорогие друзья Но он был Любитель Поговорить Тут Не поспоришь И с ним Тоже Было Очень Трудно Спорить Он Как Человек Человек Энциклопедия Без Преувеличения Я Реально Ездил На Эфиры Играл В игрушку Из серии Типа Тебя Сдают Вопрос А ты Так Я Создал Вопрос И Узнал В каком Году Какая Революция Была Кто Какие Фразы Говорил Это Казалось Человек Откуда Лучше Зачем Вам Вообще Все Есть Еще Один Нюанс Не Знаю Согласитесь Ты Со мной Либо Со мной Когда Саша Вел Эфир Люди Приходили В Эфир Разные Чем Объяснялась Его Как бы Манера Ведения Эфира Когда Он На Брал Большую Часть Как Б Ведения Чем Это Объяснялось Ну Люди Приходят Разные Вот Допустим Мне Он Доверял Со Мною Разговаривал На Равных А У Кого То Брал Чтобы Эфир Для Зрителя Был Всегда Интересен И Ты Правильно Сказал Его Интеллектуальность Он Всегда Мог Так Красиво Рассказать О Человеке Не Дав Ему В Не Одного Слова Я Умел Вести Я Сказал Образно Понимаешь То есть У него Все Эфиры Шикарные Но Я Это Замечал Человек При этом Думал Что Это Все Сказал Он Сам Он Подхватывать Умел Ученички Я Сидел Не Один Год Слушал И Запоминал Очень Был Деликателен Аккаш Но Понимаешь За Эфир За Его Результат Он Как Продюсер Должен Бояться Он Не Боялся Он Отвечал Отвечал Он Ничего Не Боялся Это Человек Невероятный Отвечать За Косяк В Эфир Вырезать Потом Переремонтировать Он И Делал В Эфир В Который Был Всегда У В Эфир Даже Если Эти Люди Приезжали К нам В Первый Раз Что Ж На Сам Деле У Нас Осталось 6 Минут Эфира За Это Время Нам Нужно Послушать Пятиминутную Песню Воспоминания За Одессу Потому Что Только Она И Влезет И Конечно Я Послушал Алеутскую И На Небе Я Закончил Предлагаю Аллиутскую Знаю Но Прежде Чем Ты Поставишь Эфир Аркадий Я Думаю Что Нам Надо Конечно Обратиться Когда Я Презентовал Зал Я Думал Это Провал А Потом Через Несколько Секунд Зал Взорвался Помнишь Это Был Успех Когда Я Презентовал Аллиутскую Песню Но Прежде Чем Аркадий Поставит Эфир А Поскольку Эфир У Думаю Что Попрощаться Что Надо Нам Попрощаться Но Прежде Чем Перейдем Мы Собственно К Финальной Композиции Нужно Игорь Одно Очень Важное Такое Очень Прям Золотое Правило Которое Мы Никогда Не изменяли Это Небо Конечно Вы Все Сами Знаете Прошу Спонтанно Я Надеюсь Вы Весь Эфир Не Планировали Пожелание Скорее Мало того Не планировал Я Скажу Так Я Очень Люблю Вас Всегда Относился К вам Большим Уважением Искренне Желаю Чтобы Я Лично Дожил Хотя бы До 20 Фестиваля Имени Фрумина Вот А Вам Сделать Все Эти Фестивали И Если Каждый Каждый Из них Будет Лучше Каждый Из них Будет Интересней То Количество Людей Которая Прибыла И Приняло Участие В этом Фестивале Для Меня Шок А Значит Он Удался Поздравляю Спасибо Спасибо Игорь Квин Ильюра Фрумина Аркадий Фрумин Программа Ночной Такси Для Вас Дорогие Друзья Услышимся В эфире Обними Меня Крепче Любимая Обними Меня Крепче Пока Ветер Рожденный Вращением Галактик В кустарнике Шепчет Дребезжит Жестиной Облетевшей Листвой Так Понищен Скисир Мою Бедную Душу Срывая С Шершавой Поверхности Мира Обними Меня Крепче Любимая Обними Меня Крепче Пока В мышь Не вонзел Свои Готи Прожорливая Крепче А ко мне Только страшно Смотреть В эту Вечную Дикую Бездну Обними Меня Крепче Не то я Во мраке Кромешном Исчезну Обними 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 Крепче Обними Меня Крепче Обними Помолись Обо мне Божьей Матери Дай Ивану Претечи Помолись Обними 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 Баре И шепнут Непослушные Губы Мне Легче И целую И целую я Пальцы Руки Слабой Маленькой Тленной Вновь Меня Не отдавший Безжалостным Духом Вселенной Маленькой Обними Обними Меня Крепче Обними Меня Крепче Помолись Обо мне Божьей Матери Дай Ивану Претечи Помолись Чтоб Меня Тихим Словом Любви Алла Отче Удержать В ледяном Дуновенье Арктической Ночи А Да Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На волне ностальгических нот На волне позабытых мелодий Вместе с вами ночное такси Городских серенат и рапсодий На дорогах трехцветных огней Позабудьте дневные тревоги Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Ночное такси Сегодня и всегда с Александром Фруминым